Друзья, приветствую! Здравствуйте! Ну что, Олег Викторович, расскажите для наших телезрителей чемпионаты первенства России, что это за турнир, насколько он серьезный и масштабный? Сегодня в свете политических событий, которые оградили нашу великую сборную по кикбоксингу от участия в международных турнирах, сегодня чемпионат России фактически является вершиной спортивного мастерства на сегодняшний день. В сборной России, особенно в ринговых дисциплинах, кикбоксинге всегда традиционно было сильной. Это фулл контакт, фулл контакт с лоу-киком и разделки Иван К1. Мы представляли, пройдя, так сказать, горнило отборочных турниров, там, край, Сибирь, приняли участие, вот Михаил, воспитанник мой, принял как раз участие в чемпионате России, победив всех своих соперников в предыдущих соревнованиях. Главное, это на чемпионате Сибири. И вот он уже представлял наш Алтайский край здесь, в Перми. То есть сейчас чемпионат России, это, ну, как бы, и, к сожалению, и, к счастью, наверное, самая высокая ступень. Да, я скажу, что и в предыдущие годы всегда победа на чемпионате России сулила, как минимум, что на чемпионате Европы, что на чемпионате мира, это, что боец будет уже на пьедестале. Потому что кикбоксинг, он славен нашими традициями и всегда традиционно сборная России была в командном зачете, всегда была первой. Поэтому и победа на чемпионате России, она тем и почетна, что школа кикбоксинга в России, она очень сильна. Миша, о том, как ты стал чемпионом России, мы поговорим чуть-чуть попозже, а сейчас давай с тобой тоже познакомимся. Расскажи, как ты попал в кикбоксинг, сколько тебе лет тогда было и почему именно в этот вид спорта пришел? В кикбоксинг я попал в 10-летнем возрасте. Ну, наверное, как и все ребята, с детства меня интересовал спорт. Мне нравилось пробовать в чем-то новом. Вот, но у меня такая особенность, я, в общем, болею бронхиальной астмой. Вот, и медицинские обследования меня не допускали до занятий в других секциях. Ну, когда мы пришли к Альберту Генриховичу с родителями, ну, как бы он взял меня к себе. И как-то так сложилось, что я остался, мне стало нравиться. Все-таки какая-то необычная техника. Всегда, ну, всем, наверное, известен бокс. Все знают каратэ, а тут это все вместе. На одних тренировках мы разбираем ударную технику руками. На других мы там тянемся, пытаемся сесть на шпагат. Ну, и для меня, как для ребенка тогда, это прям было что-то, нечто. За столько лет какие у тебя уже регалии? На каких соревнованиях побывал? За сколько много ты едем на соревнования? На соревнования достаточно часто мы выезжаем. Наверное, раз в месяц, в два такой период. Побывал вот последний в этом году с сентября, если спортивный год считаем, на чемпионате стран ШОС, который проходил в Раменской, Московской области. Вот чемпионат России в Перми. И до этого прошлый год, если берем, соответственно, чемпионат Сибири в Красноярске. Международные соревнования были среди юниоров тогда еще в Кемерово. Первенство России в Барнауле. Легендарное. Олег Викторович, часто говорят, что когда к тренеру приходит новичок, у тренера вот эта вот чуйка срабатывает, что вот из него вырастет хороший спортсмен, вырастет чемпион. На Мишу у вас что-то екнуло, когда первый раз его увидели? Или было наоборот? Я вам скажу так, что, как и все дети, Миша в принципе ничем не отличался. Потому что все дети одинаковы по-своему и талантливы все по-своему. Пришел такой долговязый, лопоухий паренек. Вот я ему всегда об этом говорю. Но самое главное, это даже не то, что разглядеть, а самое главное, его будущие чемпионские задатки. А самое главное, я считаю, зажечь его. Если ты ребенка зажег, то все, он уже потом летит, как комета. И вот на определенном этапе, как бы вот это свершилось, некоторые сразу дети там стреляют, скажем так, становятся там чемпионом. Мы с Мишей, если вдаваться в историю, он несколько раз, подходя к финалу первенства Алтайского края, он его не мог взять, представляете? То там у него что-то там соперник, то он перегорит, то он там что-то отравится дошираком. Всякие, представляете, моменты были? Классика. Ну то есть как бы, вот. Самое главное, он зажегся, и тренер только дает направление. Все, и он по этому направлению пошел, и вот, наверное, где-то уже в 15, наверное, 16 лет, то есть уже было видно в глазах, что вот то, что для меня, как тренеру, важно, вот эта искра в глазах, то, что мне когда-то тренер мой дал, Андрей Екатерич, заданный, что у тебя должно быть свет в глазах. Вот свет загорелся, и все. Вот, а дети, они все талантливые. Вот и в пяти лет, с пяти лет приходят, они все талантливые. Зажег все, там уже не остановить. Ну, как-то так. Возвращаемся к чемпионату России. Расскажите, от лица тренера, насколько серьезная была подготовка к этому трениру, и как она проходила? То есть весь вот этот цикл. Я вам скажу так, что боец готовится к своему главному бою всю жизнь. Вот, ну а если мы будем говорить конкретно, скажу так, что задатки, так сказать, будущего чемпионов, они родились уже у нас на родине в Барнауле. В том году Миша, скажем, предсказуемо одержал все победы над своими соперниками и заслуженно стал победителем первенства России среди юниоров. Все, потом мы ему дали отдохнуть полгода. Тоже здесь, как бы, не хочу себе там ордена вешать на грудь, но были у него там, потому что нас закрыли выход на международный турнир. Он должен был после первенства России ехать на юниорский чемпионат мира. Вы представляете, у него состояние. Он чемпион, он герой, вы в городе его все знают, и бац, как говорится, вторая смена, все нет. И вот поэтому, чтобы он, так сказать, морально был готов к новым свершениям, мы договорились, решили, что он отдыхает. Вот он полгода отдыхал, накапливал солнечную энергию в своих мышцах. Все, и потом уже, когда мы начали подготовку, все, он в Сибирь прошел. Ну, тяжело, это уже вошел в категорию взрослых. Вот, немного у нас не получилось в Раменском, вот как Миша сказал, это сегодня Федератский боксинг России пытается создать международный турнир, альтернативную, может быть, международную ассоциацию, в которую сегодня входят уже 16 стран. Вот, мы маленько споткнулись, маленько споткнулись в полуфинале, но бой был конкурентный, достаточный, и тогда победу одержал на этом турнире, вот и нынешний визави по финалу чемпионата России Егор Капнин с Санкт-Петербурга. Ну, и вот, то есть, слагаемый успеха, отдых и тренировки. Миша, полгода отдыха, чем занимался, что делал? Ну, честно, пробовал студенческую жизнь, каково оно. Вот, потому что после школы это, конечно, небо и земля. Столько возможностей предоставляется на каждом шагу. Я учусь в Алтайском государственном университете, и там этому уделяется просто огромное внимание. Мне кажется, можно раскрыть себя по-новому и не один раз. Вот, поэтому я себя пробовал, отдыхал. Это радует. Ну что, чемпионат России. Расскажи, сколько у тебя было человек в весе, какая весовая категория, и, наверное, с первого боя, да, как он складывался и до финального поединка. Весовая категория 75 килограммов, было 9 человек в весе. Уже на жеребьевке нас развели, вот, получается, с соперником по финалу, с действующим первым номером сборной на тот момент Егором Копниным. Мы попали оба на три боя, вот. Первый бой складывался. У меня был соперник из Белгородской области. С ним мы пересекались на сборах, до этого на подготовке. Вот, в принципе, как бы в голове была уже теория, как с ним работать. Я уже тогда на отработках прочувствовал его. Он был чуть-чуть выше, значит, мы понимали, что нужно работать первым номером, все время поджимать его. Но, конечно, как Альберт Генрихович сказал, психологически, ну, это правда очень тяжело, потому что ты выходишь на первый бой, и мысли в голове, то, что, ну, я не могу никого подвести, столько уже было проделано, то есть подготовка, к примеру, к этим соревнованиям. Я просто отрекся от всего, что меня окружало, примерно на полтора-два месяца. Только зал, только мысли о чемпионате, только разбор соперников, подготовка. И ты выходишь, и вот это лишнее волнение, которое в ринге обычно к добру не приводит, когда у тебя куча мыслей, ты не можешь сконцентрироваться, не можешь сосредоточиться. Тебе нужно просто отпустить это все, слушать тренера, ну, у тебя перерыв. Тут новый зал, новый ринг, здесь болельщики, здесь судьи, которых ты до этого никогда не встречал, которые каждый все-таки по-своему делает там остановки, замечания. И, ну, просто выход из зоны комфорта, который дается, так скажем, тяжело. Ну, как говорится, как назовешь корабль, так он поплывет, и поэтому от первого боя зависит, правда, наверное, 90% выступления. Прошел первый бой, прошел второй бой, и, Альберин Григорьевич, финал от лица тренера. Что чувствует тренер, когда воспитанник уходит на главный бой? Ну, вообще, я периодически веду свои социальные сети, я и написал. Настал тот счастливый миг в моей долгой трудовой деятельности, когда мой воспитанник представляет сегодня наш регион, Алтайский край, на чемпионате России. Ну, скажу, что последнее, предыдущее у нас достижение был наш великий Василий Калмаков, в 2001 году стал чемпионом России. Его 22 года у нас не было в клубе золотой медали чемпиона России. Ну, как я уже в беседах, так сказать, объяснял, Миша спокойно ночью спал, тренер постоянно вставал, у меня постоянно были какие-то схемы, потому что сегодня, как бы, мир технологичен, мы посмотрели бой соперника, финалиста, вот, и там, все сразу наметили план, дальняя дистанция, ближний бой, все, выходим, диагональные шаги, все самое, все не давать ему развернуться в ринге, потому что он высокий, наголо выше всех своих соперников, его соперник, он просто их разбивал ногами, вот, он просто там никого не подпускал, то есть, он фактически руки собрал, там, лупил все, и вот, и Миша надо было сломать вот эту его технику, но я думаю, что мы это сделали. Миш, кратко расскажи, как бой складывался, за счет чего получилось выиграть? Выиграть получилось за счет того, что, ну, придерживался плана, честно говоря, когда с Альбертом Генриховичем обсуждали план на поединок еще вечером, мысли в голове были, блин, а если не получится, ну, то что, то уже времени просто не хватит отыграться, потому что, ну, как уже сказали, он работает ногами, значит, мне нужно либо двигаться таким образом, чтобы он не успевал по мне попасть, либо быть настолько близко, чтобы он не успел развернуться, при этом успеть нанести собственную атаку. И я понимаю, если я, допустим, отбегаюсь первый-второй раунд, судьи уже тоже определятся к этому времени с решением поединка. Поэтому нужно было темпы боя задавать с первых секунд, и как только бой начался, ну, я постарался пойти вперед уже, зарабатывать баллы. Поначалу первые, по-моему, секунд 20-30, то есть, ну, получилось так, что атаки были без разведки, поэтому они успехом не увенчались. Но в конце, ближе к концу раунда, я уже стал цепляться, я уже стал понимать, что действительно можно попадать, и это все сработает. После первого раунда я получил подсказки, еще раз убедился, что мы выбрали верное направление, осталось просто чуть-чуть поднажать, потерпеть. В бою всегда случается такой момент, когда происходит перелом боя, когда либо у одного оппонента, либо у другого начинает больше получаться стратегия, которую до этого разрабатывали. Кураж поймал. Да, и вот я поймал, получается, Кураж где-то ближе к середине второго раунда. Я понимаю, что одна атака заходит. Я вместо того, чтобы разорвать дистанцию, стараюсь тут же вторую сделать. Оп, она тоже попала. Остановка боя, какие-то там изменения нас разводят. Я тут же пытаюсь, хотя уже понимаю, что веду, условно, два очка, я стараюсь еще упасть. Все-таки зачем менять что-то, если это работает? Да, если это получается. Ну и на третий раунд я уже выходил с достаточным преимуществом. Ну и долгожданная победа. С чем мы тебя еще раз поздравляем. Друзья, спасибо за беседу. Наше время, к большому сожалению, подошло к концу. Любите спорт, и он ответит вам взаимностью. Спасибо.